Здравствуйте, дорогие. Будем знакомы. Я это старый-престарый, но вместе с тем убежденный-приубежденный верующий человек, который прожил много времени в этом мире, видел войну, еще ту гитлеровскую, и видел, что люди веровали даже во время войны. Советские большевики, солдаты приходили в церковь и просили, чтобы дали им хотя бы крестик. А сейчас мы живем тоже в похожее время. Время, когда динамизм истории такой, что все меняется очень быстро. И не успеваешь, так сказать, быть маленьким, как уже юноша, а не успеваешь быть юношей, как уже становишься среднего возраста. Все проходит быстро. Мы живем в необычные моменты истории. Что интересно, что это кризис, универсальный, глобальный кризис, в который мы вошли как планета и как поколение. До этого были кризисы региональные, когда отдельные части мира могли вступать в сложные экономические, военно-политические кризисы. А здесь у нас кризис, объемлющий всю планету, сейчас начинается. И справедливо сказать, что в истории были похожие вещи, были похожие кризисы. Вот, например, когда был кризис Римской империи. Римская империя была огромная. Последние века она простиралась в Европе, в Азии, в Африке. Вот, она занимала, простиралась на три континента. Но пришло время, особенно четвертый век нашей эры, когда она переживала сложнейший кризис, несмотря на ее сильнейшую структуру военную, на ее, понимаете, культуру и все такое, что они имели. Вот, этот кризис вызван еще был не только тем, что они морально опустились очень далеко, стали очень низко ценить свою человеческую природу. Вот, они очень, очень морально опустошились, особенно богатые римляне. Вот, и поэтому пришла эпоха падения Римской империи. Это четвертый век нашей эры, когда Европа начала трещать Римская империя по всем швам. В Европе, в Азии и в Африке. Вот, и это очень похоже на то, что сегодня происходит в нашем мире. Это кризис, похожий на кризис падения Римской империи. Поэтому, если вы читаете книгу «Откровение», то в книге «Откровение» показаны процессы именно падения Римской империи. Если вы смотрите, «Семь труп» там описывается, начиная с восьмой главы «Откровение» описывает. И тогда же суды Божьи над европейскими народами той эпохи. А многие говорят, одержан суды, которые в наше время. Если страны впадают в подобные грехи, которые были, то и последствия бывают тоже же такие. В России рассыпалась Европа римского, римского мира. Вот, потому что грехи ее, так сказать, разлили ее армию, разлили ее богатство, богачей и так далее. И пришли варвары с других стран. Особенно отсюда с Европы, не с Европы, а с Азии пришли варвары, десять варварских племен и разрушили Римскую империю. И в настоящее время мы видим, как в Европу вливаются иммигранты со всей Азии, со всей Африки и так дальше. И она тоже трещит по швам, хотя она вроде как бы сильная. А в Библии показано, что это будут признаки второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому вот сложный материал. Как бы, когда читаешь, особенно трудно Откровение читать. Потому что вроде как бы не так, как у нас происходит там с оружием и со всеми другими. Но результаты бывают похожими. Потому что один и тот же нравственный десятисловный закон, он имеет одни и те же последствия. Если его нарушают, то неважно, в какой эпохе ты живешь, а результаты будут те же самые. И раз сегодня люди наплевательски относятся к десяти заповедям, то и результаты гибельные будут для цивилизации современной, как это было для римского мира. Ну вот такой вот дедушка заметил, такие вот вещи. Поэтому книга, книги вот эти, по которой работаем и которые преподает наш дорогой брат, который ведет съемку. Они действительно отражают исторические реалии. Независимо от политического, так сказать, взгляда, ориентации, национальности и так дальше, люди должны помнить, что Бог смотрит на людей, на праведных и на грешных. То есть закон Божий – это кредо, которым Бог измеряет человека на протяжении всех культурных эпох, на протяжении всех веков. Хоть ты живешь за тысячу лет до нашей эры, хоть ты живешь в наше время, если ты лживый человек, то тебя осуждают заповеди, не лжесвидетельствуют, один и тот же закон и последствия такой. Если ты крадешь, это было и десять тысяч, и две тысячи лет, и три тысячи лет нарушением единого нравственного закона. Что хочет Христос? И для чего Он приходил? Он приходил для того, чтобы восстановить в человеке образ Божий, чтобы человек снова стал подчиняться заповедям Божьим, тем же десяти заповедям, чтобы он взыскал Господа, который дает ему Духа истины. Кроме того, что разум просвещает Священное Писание, Дух истины должен быть. Слово истины – это то, когда ты читаешь Библию, читаешь Евангелие, читаешь заповеди Божьи, а Дух истины – когда ты убеждаешься, что это правильно. Поэтому нужно сегодня читать Слово Божье, вникать в Слово Божье и исполняться Духом, который от Бога. Ибо Бог не только сказал, что правильно, что неправильно, но Он дает и силу человеку через Иисуса Христа. Дух Святой дает силу человека через Иисуса Христа правильно жить в этом мире и исполнять Его заповеди, потому что Он будет судить каждого человека как нравственно ответственное существо при Втором пришествии. И когда кончится эта фаза мировой истории, Господь изменит все написанное, изменит ландшафт, изменит человека, воскресит всех людей, всех правдоискателей всех веков. Они встанут и будут создать новое поколение. Не может жить гнилая цивилизация. И это уже доказано. Региональные цивилизации пали от греха и нарушения заповедей Божьей. То, что тоже происходит с глобальной цивилизацией сегодня совместно. Поэтому, если вы слышите Иоанна или Слово Божие, то будьте внимательны. Христос хочет заключить завет с каждым отдельно, чтобы каждый человек лично взыскал Господа, сознательно. И это будет самый лучший выбор в его жизни. Самый лучший. Я прожил 87 лет уже почти. Еще два месяца не хватает. И я скажу так, что никогда в жизни не пожалел, что служу Господу. Потому что он провел через многие испытания. И церковь Божья, церковь адвентистов седьмого дня, она имеет задание от Бога восстановить все десять заповедей и веру в Иисуса Христа, так, как там записано в Библии. Понимаете? Это очень важно. Первоисточником всякой правды являются Божье Слово. Слова Божьи. И нет большего критерия истины, как все то, что говорил Христос, апостолы и пророки в свершайной Библии. Аминь. Слова Божьи.